Думала, вот сейчас зиму отстоим и всё, и потом заживём. Вот нужно эту зиму только пережить и будет лучше. А вот всё, опять снег, опять холод, и опять я стою на улице с плакатом. Все её уже очень уважают, все знают, насколько она искренняя и честная. Поэтому, если она считает, что нужно закончить голодовку и спасти свою жизнь, то я поддержу её. Но если она считает, что ради своих идеалов она готова продолжать дальше, то я тоже поддержу её. Я сижу на решётке. Символизируя те страдания и ту борьбу, которую сейчас проходят оппозиционеры в России, которые просто за то, что они выходят на улицу с плакатами, они их могут скрутить и посадить в тюрьму, и могут посадить надолго. Я очень давно свяжу за всем, что происходит в России и за деятельностью оппозиции, в том числе покойного Бориса Немцова. А с тех пор, как Россия напала на Украину, мне стало просто ужасно стыдно. За то, что несмотря на то, что я понимал, кем является Путин, я не сделал достаточно, чтобы его остановить. Смерть Бориса Немцова действительно очень эмоционально на меня повлияла. В первую очередь, наверное, потому что я помню его, хотя я из Украины и, в принципе, наверное, больше считаю себя украинкой, несмотря на американский паспорт. Но Немцова я помню ещё как в Советском Союзе, да, то есть я была достаточно, практически ребёнком, когда он уже был губернатором в Нижнем Новгороде. И вот это вот символ новой России, молодой, здоровый, очень харизматичный, очень обаятельный, прекрасно разговаривающий. И вот этот символ для меня просто позавчера был убит. То есть если оставалась ещё какая-то надежда, то надежды практически нет на то, что та Россия, на которую мы как-то надеялись, которую мы ожидали, с которой пришла моя юность, что она как-то возродится. Дело в том, что сразу очень-очень много герсов появилось, говорят, что это и провокация, и что Путин не мог, и что зачем это нужно, это очернить. Ну, знаете, наступает такой момент, то есть когда это говорили, там, 10 лет тому назад, вот у меня тут портрет Анны Политковской, конечно, и если ещё когда-то говорили это раньше, и ты ещё начинал задумываться, ну, может быть, действительно, зачем ему это надо, то, по-моему, наступил такой момент, когда это слышишь и думаешь, ну, насколько вы нас за идиотов считаете, что мы должны продолжать верить в эти сказки про сакральные жертвы, про всё остальное. В какой-то момент ты понимаешь, что у этих людей цинизм безграничен, и, в принципе, они как психопаты, у них нет эмпатии, они готовы сделать любую циничную акцию и сказать, ну, раз это мы, раз нормальный человек это не может сделать. Нет, нормальный человек это не может сделать, потому что это уже ненормальные люди. И когда начинаешь так относиться к их поступкам, понимаешь, что идут ложь про Крым, про Савченко, допускаешь уже всё, что можно, допускаешь и взрывы домов, допускаешь и то, что они цинично могут расстрелять человека на мосту. Поэтому у меня нет никакого сомнения, кто за этим расстрелом. И все попытки выдвинуть какие-то альтернативные теории просто выглядят жалко на сегодняшний момент, и ничего, кроме усмешки, не вызывают. Это просто шок был для всех, для нас, потому что я буквально два с небольшим месяца, как из Москвы приехал, я перед отъездом видел Бориса Ефимовича, и ничего не предвещало, что будет такая страшная смерть. Он говорил правду о войне, он говорил правду о коррупции, правду о воровстве в путинском режиме. Он говорил правду о том, как притесняют оппозиционеров, потому что и сам был среди нас. Его так же арестовали, как у нас, он так же сидел на суд, так же, как и мы. Он был наш человек, поэтому он мешал путь. Для Нью-Йорка это много народу, можно сказать. Это не сравнить, конечно, как в Москве, где вышло больше 50 тысяч, но сколько нас есть, мы здесь все уходим и стараемся поддержать. Мы принесли цветы, это Немцову, потому что у нас чуть сердце не остановилось, когда мы узнали, что его убили. И сегодня мы здесь, потому что хотим почтить его. Мы его очень глубоко уважали. Вот пришли украинцы, грузины. Оставить не разрешают. Не разрешили нам оставить. Мы хотели быть в Российском консульском. А где еще нам не разрешили? Шок для меня это был, потому что это был просто наглый расстрел в спину человека, который оппозиционера, Путин. Несмотря на то, что я не согласен с некоторыми высказанными по поводу Украины и аннексии Крыма, все равно это был для меня шок. Очень символично, что сегодня у русских и украинцев все вместе протестуют против чудовищной ситуации, которую мы наблюдаем и которую мы все не хотим. И обращаемся ко всем людям Доброй Оли, чтобы объединяли свои усилия и в меру сил, когда могли влиять на эту ситуацию. Спасибо. 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 Спасибо.